салют господа сегодня у меня экспериментальное видео как вы видите более такое прямое что ли то есть я буду записывать на ходу без всякого без всякой подготовки чисто разуждая вслух скажем так без без эдита какого-то особенного просто скажем так обсуждая новый продукт который визорды выпустили без особой подготовки мне так быть несколько комфортнее я считаю потому что ну честно говоря я немного выматываюсь от редактирования видео поэтому сегодня посмотрим как зайдет вот такой формат подачи материала собственно речь пойдет о продукте secret layer который был анонсирован буквально на пару дней назад то есть что он из себя представляет это новая серия вот таких вот коробочек внутри которых будут содержаться карты интега карты причем не особенные а все они будут интерпринтами полностью продукт появится на цифровых прилавках начиная с 2 декабря что я имею ввиду по цифровыми прилавками так это очень важный момент эти продукты secret layer будет продаваться только через официальный сайт визорды то есть только через сайт визорды не не в вашем любимом магазине которые находятся буквально там не знаю в двух шагах или в центре города еще где угодно не в интернет магазинах российских где можно будет заказать и secret layer хотя бы по приемлемой цене в плане стоимости доставки только через официальный сайт визоры и мы к этому еще вернемся ближе к концу ролик когда я собственно дали ставлю до конца чтобы еще раз дать вам понять о чем идет речь когда я говорю что продаваться это будет только через официальный сайт и никак иначе то есть продукт будет выпускаться как одна коробочка примерно в течение 24 часов будет продаваться в это время заказать сможет кто угодно сколько копий ну покуда у вас есть деньги конечно же и затем все продукт заканчивается исчезает больше его никогда не появится с такой своеобразный фома что называется в английском языке fear of missing out то есть опасение того что ты пропустишь что-то это очень обузящая скажем маркетинговая тактика то есть ой там срочно срочно все бегите к красным черная пятница все покупаете прямо сейчас это все закончится больше никогда не произойдет и вы потеряете возможность купить со скидкой 90 процентов в таком духе это очень анти потребительская на самом деле стратегии такое добрать не стоит но это визоры что с делать мы почти ничего не одобряем что они делают если порассуждать и так перейдем наконец к самому продукту чтобы было понятно все чем идет речь сколько там выпало 7 будет короче к первой линейке и 5 что-то такое сейчас сейчас точно вспомним первое из них и это сразу же то собственно что самый большой прецедент создает эта коробочка под названием bitter blossom dreams я содержимое вы сейчас видите на картинке и да если вы все еще не догадались это одна одна внимание одна карта и 4 токена и это все эта карта биттерблоссом да биттерблоссом это офигенная вещь это картонка которая играет во всех форматах активно играет относительно активно конечно же допустим в модерне ее играют токены ее играют в сайт бордах некоторые черные стратегии я видел и в тени ее иногда и даже в джандах каких-нибудь таких в самих собственно феях черно-синих но и черно-синих феи конечно слабоватая колода по меркам текущего модерна но тем не менее миттерблоссом это карта который имеет большой спрос соответственно у нее и цена довольно высокая сейчас я вам даже покажу пока еще цены вообще даже корректироваться не стали но посмотрим что из себя представляет цена сейчас биттерблоссом допустим морлингайдовский самый старый 44 бача 44.89 запомнили эту цены 44.89 ну и другие цены там вы сами видите 401 44 теперь листаем цена 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 за которой эта карта будет продаваться визардами 29 и 99 понимаете в чем идея визарды создают прецедент того что они с этой с этой отметки с этой с вот этой вот линейки secret player они начинают продавать синглы то есть они начинают продавать карты единичными в единичном количестве этого раньше никогда не было у нас были продукты из категории from the world которые тоже продавали довольно малое количество как допустим штук 8 там и это все равно было немного скажем так терпимо что ли то есть это как бы как бы понятно что они в любом случае обращаются к вторичному рынку когда определяют какие карты будут репринтить на тем не менее это хотя бы было в комплекте карт и это не столь значительно посылала сообщение игрокам сообщение вторичному рынку о том что мы репринтим вот эту карту чтобы снизить ее цену в каком-то смысле а здесь это и единственная карта и внимание это это файловая карта будет то есть если мы посмотрим битва была самые файловые ну довольно довольно прилично стоит хотя здесь конечно множитель немного другой 128 то есть потому что насколько знаю в сетах репринтов типа modern masters 2 и eternal masters файловая карта содержалась в каждом бустере поэтому соответственно и мультиплайер такой низкий множитель если посмотрим ордингтайдовский то конечно это файла просто огромную цену имеет 159 но потому что как бы это продукт очень старый то есть то есть это биттер блоссом который визерды продают дешевле чем на вторичном рынке соответственно народ просто толпами броситься покупать биттер боссом у визардов они где-то еще это свою очередь вынудит все магазины онлайновые игроков барбары к всяких понизить цены потому что а кто хочет их карту покупать если можно за 29 или 99 взять хоть это и будет продаваться буквально дни сутки но тем не менее это окажет влияние на цену и многие игроки многие игроки постараются приобрести себе сразу думаю больше чем комплекта дальше потому что спекуляторы явно будут рады полноформатному биттер блоссом у который можно будет народу скажем так потом перепродать потому что этот продукт не то чтобы потом когда то вернется скоро так что визерды создают прецедент репринта единичных единичных копикарт потому что кому нужны эти токены они ничего не значит важно то что это синглы сингл от визардов так что так что да это многое говорит о том какой в дальнейшем нас ждет подход к вторичному рынку то есть если визарды хотят репринтить биттер блоссом то кто мешает им сказать что в следующей линейке secret layer который уже официально сказано что будут дальнейшие выпуски подобные кто мешает допустим перепринтить не знаю force of will вот вастик фички фички что еще там является такими критичными картами не за какой-нибудь что еще может быть допустим еще что-нибудь из монобазы там лилиану of the veil snap кастера какие-то еще стейплы которые являются общепризнанными и имеющим большой спрос аудитории и соответственно поднять цену уже не за 29 допустим подавать а тот же не знаю scalding turn за 50-70 бачей и опять же это обращаясь ко вторичному рынку то есть визы конечно могут сказать что вот мы репринтим именно биттер блоссом потому что биттер блоссом такая иконичный иконическая и конечно не важно иконичная карта для всех стратегий феи она и везде играется мы видим большой спрос на нее и ни в коем случае мы не смотрим на вторичный рынок и все такое но это все понятное дело лишь скажем так хождение вокруг да около потому что все понимают что вторичный рынок имеет определенное значение для того выбора который не сделали для репринта биттер блоссома это первый продукт дальше l drain wonderland это пять карт по одной каждого цвета по одной каждого каждой земли это базовая снежная земля и она не полноформатная и они файловые кстати да я так похоже на то что это все же не файловый будут биттер блоссом но я на это еще сказать точно не могу на самом деле здесь скажем так это немного непонятно хотя вот здесь как бы это это для magic онлайн мне сложно сказать на самом деле я ролик с распаковкой не смотрел так вернемся к green wonderland то есть это 5 снежных земель здесь точно написано что не файловые так что наверно то не файловые все же опять же 24 часа на продажу этих коробочек сколько угодно то есть не ограниченный тираж у всех коробок будет и цена 29.99 это наверно одна из самых плохих коробок все линейки об этом все говорят то есть кому нужна каждая одна земля каждого цвета как правило такие продукты покупают те которые хотят допустим свою одноцветную двухцветную трехцветную колоду запимпить что называется украсить ее то есть если вы хотите допустим купить себе 20 новых гор для вашего там какой-нибудь среды или не знаю что в таком духе то вам придется что покупать 20 коробочек никто не будет покупать 20 коробочек за 30 баксов каждую и при этом они не полноформатные у нас уже есть полноформатные которые все-таки имеют более определенный премиум и что это получается 6 бачей за каждую землю как бы если посмотреть в сети допустим тот же snow covered не знаю snow covered forest то есть они допустим cold snap snow covered forest 10 бачей да то есть если вы будете покупать snow covered землю каждого цвета то она примерно 10 бачей будет не полноформатка да и полноформатка где в таком же диапазоне сейчас продаются то конечно это выйдет вам дороже но тем не менее кому это надо вот чем проблема наверно будет самый самый плохо продавающийся набор из всех то есть если бы они даже были полноформатные тогда уже ладно тут даже полноформатности нету это очень большой минус для коллекционеров потому что все же файла с полной иллюстрации выглядеть намного круче у меня самого недавно появилась снежная как она снежное болото из интернала мастерс ой интернала мастерс говорю все смешал модных horizons это просто офигенно выглядит штука такое тоже будет классно мне нравится мне нравится мне нравится лист раз мне всегда нравится иллюстрации но все же все же то есть разговор кстати об иллюстрациях то есть для визардов как они говорят один из главных поводов для создания подобного продукта это то что они могут напечатать новые иллюстрации которые они обычно нигде не печатали мы еще дальше будем искаться и увидите что там иллюстрации немного выходят за рамки при принятых у визардов стандартов для арта который они печатают на своих карта но тем не менее за 32 чей такие земли не уверен что кому-то нужны будут и далее третья коробочка restless in peace как видите голгари таг лайфом зелом и bloodgast если голгари таг и не очень популярен тот лайфом зелом и bloodgast это стейплами в своих форматах то есть в модерни допустим тот же дрэдж очень часто немного слабоват но тем не менее он все еще играет и эти карты являются всегда там присутствующими элементами и bloodgast эти к тому же играют и в других колодок допустим в инжвайн что еще взять всякие экспериментальные билды с чем же сейчас скажу тоже с гребом связано что-то ой вылетел из головы где-то еще короче говоря где-то еще bloodgast играет ну и опять же в легасе тоже лайфом зелом очень активная карта потому что земли там играют и bloodgast что в дрэджи играет конечно же голгари таг ну он такой себе как бы это эдакий эдакая пятая копия крачки то есть 1.2 с дестащим условно говоря так что голгари таг тоже играет но намного слабее и не особо кому-то нужен но тем не менее арт классный это как бы тоже полноформатную такую иллюстрацию собирает и очень круто выглядит продается 24 часа это не файловый как вы видите без без прописки файл и 29.99 то есть три карты за 29.99 это примерно 10 патч за каждую если мы посмотрим допустим тот же bloodgast то он стоит намного дешевле но не много дешевле то есть 11.36 а допустим life on the low ну допустим такую возьмем версию 14.43 да то есть допустим ума вообще 11.97 и голгари таг голгари таг вообще ничего по сути не стоит один бакс с лишним то есть не до немного не дотягивает до 29 и бачей на самом деле то есть опять же нельзя сказать что визарды не обращались ко вторичному рынку когда определяли наполнение этого комплекта и в данном случае это немного более слабое содержимое нежели в уже упомянутом выше метробластом гримс то есть метробластом хотя бы подрезает рыночную стоимость карт все он хотя бы дешевле выходит игрокам при покупке у визардов чем и покупки у других продавцов здесь же немного обратная ситуация когда эти карты дороже выходит хотя у них альтернативный а арт и очень классный альтернативный арт но тем не менее но опять же если вы хотите скажем так залезть в дрэдж благодаря такому набору вам придется купить 4 таких коробочки потому что здесь каждая карта всего одна копия а блогастов нужно 4 life from the long ну может быть не 4 штуки 3 может быть даже и 4 я толком листы не смотрел тоже нужно будет несколько копий так что да это приятная коробочка у нее красивые иллюстрации очень хигиеные иллюстрации которые кстати вряд ли бы когда мы увидели как я уже говорил на обычных картах в обычных сетах и к тому же сложно найти место в котором визарды могли бы перепринтить такие карты то есть если вы репринтите карту с механикой дрэджа то вы должны или весь сет строить вокруг дрэджа и тогда говорите вот смотрите мы вернули механику дрэджа и мы репринтим карты с механикой дрэджа некоторые которые имеют спрос или же это будет какой-то сет репринтов ну или же командир набор но командиры наборы славятся тем что они ничего толком не содержат то есть или же это сет репринтов то есть нужно будет еще один мастер сет выпускать они сказали что мастер сеты они выпускать уже не будут так что это точно не будет мастер здесь они смогли и репринтить нужную механику нужные карты с нужными механиками для игроков и при этом определенную тему скажем так содержать по сути это тоже тоже своего рода выпуск своеобразных синглов так собственно пойдем дальше вот очень интересный обор сингвиженс сразу замечу отмечу точнее что арт просто уникален такой арт вы не увидите в современных сетах ни в коем случае то есть это специально специально был выбран такой подход к выпуску то есть да это какой-то какой-то трип то есть комплект комплект серум виженс альт артовые фойлы то есть каждая из них с уникальной иллюстрацией все в одной коробочке их собственно 4 штуки 2999 если мы погугли допустим серум виженс какой-нибудь файловый допустим возьмем что возьмем допустим мою FNM возьмем версию FNM 5 бачей если мы возьмем что допустим Modern Masters 3 тоже 5 бачей если мы возьмем то здесь конечно цена намного выше но это потому что это очень старая карта таких файл ушек очень мало то есть по сути где-то в районе 5 бачей стоит файл ушка серум виженс это во многом связано с тем что серум виженс сейчас по сути вымещена например в том же модерне она вымещена оптом который более гибок для использования позволяет сразу карты для ее увидеть а не без селекции сразу же сразу же продробовать эту карту то есть опт во многом удобнее сейчас играть нежели серум виженс если вы хотите играть вообще да и падение феникса тоже повлияло на то что серум виженс уже особо не имеет спрос и поэтому многие игроки задаются вопросом почему вы приобретели именно серум виженс когда он никому не нужен и когда он еще к тому же не дотягивает до той цены которую визерды за нее спрашивают то есть 29.99 за комплекс уникальных артов серум виженс конечно конечно они уникальны конечно они красивые конечно они крутые я бы сам хотел себе таких получить но вопрос в том буду ли я ими играть где-нибудь даже в моей текущей колоде Death Shadow там ни одной копии серум виженс я не играю просто нету места нету времени для розыгрыша такой карты в этой колоде некоторые листы играют конечно но этого уже не наклоняюсь то есть серум виженс не то чтобы кому-то нужна поэтому за 29.99 тоже немного не дотягивает немного достаточно недостаточно круто это как по мне но арт классный арт классный как бы возможно я бы даже купил эту коробочку но как вы поймете по ходу разговора нету чтобы на это есть особая возможность у меня следующий набор Explosion Sounds так чтобы было понятно это Goblin Piledriver один из стейплов Goblin Lucky тоже один из стейплов гоблинских Швакер такой себе Goblin King тоже такой себе Шарпшутер ну он играется то есть эти все карты играются в гоблинах всевозможных командирских некоторые из этих карт играются также и в гоблинах допустим в том же не знаю Legacy потому что благодаря и Fervile и картам которые позволяют фичить нужных гоблинов и находить то что надо колода очень даже неплохо играет в сравнении конечно но тем не менее также немного в модерне гоблины пытаются играть но часть этих карт в модерне нелегальна насколько я знаю Goblin Lucky нелегален возможно Goblin King тоже нелегален и насчет Шерпшутера я тоже сомневаюсь но Павел Драйвер и Бушвакер точно играют хотя правда играют слабо вот в чем проблема это альт-артовые карты то есть не файловые их всех 5 штук то есть то есть в общем и целом 5 штук по одной каждой 5 сутки продаются и за 30 бачей здесь же проблема в том что по сути ни одна из этих карт ничего не стоит то есть возьмем допустим Коблина Павел Драйвер который когда-то был прям очень большим стейплом 3.49 возьмем Goblin Lucky Goblin Lucky точно даже не репринтит его почти 9.64 да это немного повыше немного приятней но тем не менее это не дотягивает до 29.99 все знаю что шарпшутер Goblin King Бушвакер нифига не стоит вообще даже на всех случаях Goblin King проверю чтобы не были голословным так 5.84 ну такое себе на самом деле то есть это это все не дотягивает до цены 29.99 да это альтернативный арт да игроки командир командир формата будут просто в восторге а остальные вряд ли будут заинтересованы я очень сомневаюсь я очень сомневаюсь что кому то это нужно будет так что за 30 бачей нет скорее всего нет только только для фанатов командира и я уверен что фанаты командира бросятся покупать все таки альт арт очень классно любили то есть стильные стильные картинки комиксов такого мультяшного стиля то есть то что опять же мы бы никогда не увидели в обычных сетах magic но здесь очень даже выглядит интересно но тем не менее раз 29.99 не знаю калейдоскоп киллерс вот это вот уже более интересный продукт это фойл альт артовые версии реперкинг с ливер оверлог и у драгон сейчас я даже проверю сколько все это стоит потому что это очень очень старые карты но вот реперкинг 14.68 я уже не говорю профиловую за 7.77 и 25 потом кто там у драгон так за у драгон что ли да за у драгон допустим его что толком нигде не печатали 9 9.48 и что еще там у нас с ливер оверлорд допустим скардж 32 или же из премиум дек 31 то есть да вот это репринты действительно ценные поэтому цена соответствующая 39 и 99 опять же арт очень уникальный очень интересно выглядит с очень интересной цветовой гаммой я бы сказал такое опять же мы бы не увидели в обычных сетах и цена здесь себя оправдывает то есть это понятное дело для командиров для командиров потому что во двор лорд и не играет как остальные карты то есть это чисто командирские принты чисто командирские печати для командиров и цена в этом смысле себя оправдывает которые люди хотят то есть если не хотят играть командирами, может быть такими картами, но их немного потрясает цена. И поэтому получить сразу всех трех командиров, вокруг которых вы могли свои колоды собирать. То есть это, как они называются, пугало, это сливеры, щепки и это драконы. Очень даже приятные юпринты для игроков командира, всем остальным же это просто не нужно. Здесь уже определенная такая целевая аудитория есть у данного репунта. И я думаю, что игроки будут очень довольны подобным режимом. Это уже более напоминает своего рода такой мини-from-the-world. То есть когда вы берете определенную тематику, в данном случае, там, не знаю, Tribal, Tribal Commanders, Masters, в смысле, from-the-world Tribal Commanders, мини, что-то в этом духе. И вокруг этого создаете свой продукт. И более традиционный, что ли, вариант в каком-то смысле, хоть и размера, скажем так, маловатого. То есть from-the-world, по-моему, как раз и стоил в пределах 40 бачей официально по рекомендованной рыночной цене. То есть при необходимости вы могли подобные продукты и раньше покупать, но, соответственно, таких не печатали. Так что, да, это довольно выгодный по финансовому вопросу продукт. Калейдоскоп-киллерс. Так что, думаю, командирские всякие энтузиасты будут только довольны. OMG Kitties. Это уже, как многие говорят, карты с шутливым артом. Это, конечно же, не, как оно, не ансет, то есть это не сильвербордер. Это именно полноценные чернобордерные карты, которых можно играть везде, где они легальны. Но это коты с очень таким калайным чиби артом. Здесь, к сожалению, полностью арты вы не видите. Мне будет долго искать картинку, где полностью все они изображены. Если вы захотите, вы можете это поискать, посмотреть сами. Ни одна из этих карт не имеет какого-либо финансового значения. То есть, сколько у нас, раз, три, четыре, пять карт и два токена. Ни одна из этих карт не имеет какого-либо финансового значения. Все они файловые, альтартовые. И за 39,99. Дело в том, что это продукт, который сделан для... Конкретно вот эта коробочка сделана для аудитории казуальной. То есть для тех, кто просто хочет себе няшных котяточек в свой какой-нибудь казуальный, не знаю, кошачий трайбл. То есть, опять же, у этого продукта определенно целевая аудитория есть. И, конечно же, эта целевая аудитория будет просто в восторге от подобного продукта, от подобных карточек. Но все остальные пройдут мимо. К тому же за 40 бачей. Так что... Ну, конечно же, есть возможность купить полностью весь набор. Все, все вот эти вот сразу Secret Layer коробочки за 199,99, до 200 бачей. То есть вы экономите немного себе денег, около 30 долларов. И при этом, скажем так, вы не пропустите эти продажи, потому что каждая из коробочек, напомню, будет продаваться в течение только 24 часов, только через специальный сайт. И теперь самое важное, то, собственно, о чем я вначале упоминал, это тот факт, что... Я так понимаю, меня смотрят, ну, вот этот ролик смотрят в основном русскоязычные пользователи. Тот факт, что этот продукт в данном случае не для вас, товарищи мои, господа, и, возможно, даже дамы. Этот продукт будет продаваться через специальный сайт визардов с очень ограниченным списком стран, в которые эти коробочки они смогут отправить. Собственно, это Соединенные Штаты, Канада и перечень вот этих вот стран, которые вы можете видеть сейчас на экране. Вот можете посмотреть. Даже в Европу будут отправлять, в Восточную Европу, да, в Чехии есть, допустим. Даже в Китае, в некоторой... даже в Польше. Ну, не в Китай, в... скажем так. Немного в Азию буду где-то сейчас, я даже скажу. Или не совсем. Я потерял. Потерял то, что я искал. Допустим, Южная Корея. Что еще? Как же называется? Япония, Япония. Тогда же туда будут отправлять, а вот в Россию доставки, извините, нет. И в другие страны, СНГ, по сути, тоже. То есть, визарды нас немного подрезают. Говорят, что... Вау, смотрите, кто угодно сможет купить эти коробочки на нашем сайте, что число продукта не ограничено, в отличие от их прошлых попыток продажи всяких мифик эдишенов, где у них были очень большие, скажем так, неприятности для игроков, в плане того, что продукт разошелся буквально за первые, не знаю, пять минут, и его больше не было, и все были недовольны, расстроены, и все в таком духе. Здесь продукта будет сколько угодно, но только в течение 24 часов, и только для ограниченных стран. То есть, да, вы можете сказать, а что мне мешает, допустим, не знаю, там, купить эти коробочки с адресом доставки какого-нибудь сервиса пересылок. Ну, что вам сказать, я не смотрел ни одно из видео, в которых отставают эти коробочки, но вот эта вот, вот эта вот картонная штука будет тем, собственно, где эти карточки запакованы. То есть, я предполагаю, что вес такой, такого, такой упаковки будет где-то, эдак, 200 граммов. 200 граммов, это, ну, собственно, вы можете уже подсчитывать немного, примерно, сколько это будет для сервиса пересылок стоить. То есть, в данном случае, сперва визорды продадут вам продукт, допустим, допустим, тот же Better Blossom Dreams возьмем. 29 бачей, сверху около 5-10, то есть, 5 или 10 долларов за доставку в ваш указанный адрес склада пересылок. Затем склад пересылок подсчитывает, что 200 грамм для них равняется где-то, ну, это тысячи, ну, не могут быть не тысячи, могут быть подешевле, могут быть подороже, могут быть рублей 700, тысяча, где-то вот в таком диапазоне. То есть, это еще, условно говоря, вы добавляете еще определенную цену к пересылке, то есть, условно говоря, это тоже еще будет сверху, эдак, 7-10 бачей, 7-10 долларов. И в итоге что? Ваш Better Blossom Dreams превращается из сингла за 30 долларов, сингл долларов, ну, почти под 50. И, скажите, вам оно надо? В том-то и проблема, что при всей этой доступности для западной аудитории, для определенных рынков европейских, допустим, там, Франции, UK, Британии, в смысле, там даже, даже Япония, в конце концов, хотя там есть пометка, что будет немного подороже, возможно, это чем обычные варианты. Тем не менее, это, это немного такой удар в спину, что ли, для магазинов, допустим. Потому что этот продукт не будет присутствовать в вашем местном магазине, где вы можете его, может быть, и с наценкой купить, но все-таки без всей вот этой боли, без всей вот этой вот мороки. И я уверен, что в каком-то смысле даже дешевле, чем если бы вы заказывали через сайты пересылок и все в таком духе. То есть, да, Визарды продают синглы, и да, я не сомневаюсь, что цена того же Питер Блассома быстро упадет вниз, потому что, скажем так, на западных сайтах она упадет вниз, соответственно, наш рынок тоже, следуя за этим, будет отталкиваться от западных цен, от западных рынков, и, соответственно, тоже цены будут понижать. И поэтому Питер Блассомы мы сможем купить подешевле, то есть бачей, возможно, даже как раз под 30, может быть, даже дешевле, потому что все-таки премиумное издание Питер Блассома за 30 долларов с альтернативным артом, полноформатным, по сути. Так что я ожидаю где-то 20-25 долларов за обычную версию Питер Блассома, особенно если это из последних центов репринтов. Так что, несомненно, цены на многие синглы упадут благодаря этому. И самое важное, как я уже говорил, это создает прецедент для магии в целом. То есть если мы репринтим тот же Питер Блассом в качестве одной копии, как я уже говорил, что мешает порепринтить другие синглы, которые имеют высокий спрос? У нас, собственно, судя по всему, Визардам ничто толком не мешает этого дела. И на самом деле это, наверное, хорошо. Потому что, в конце концов, как бы мы не были недовольны тем, что нам Россию это не отправят, мы можем довольствоваться хотя бы тем, что западный рынок это изменит. То есть теперь уже не будет большой гарантии того, что если вы инвестируете в какие-нибудь современные карточки, допустим, тут же взять Lillian of the Vale в конце концов, что мешает Визардам сказать, вот вы все инвестируете в Lillian, что она везде играет, она крутая, у нее классный арт и все такое, а мы возьмем ее и в качестве сингла будем продавать. И цена, конечно же, упадет. И тогда уже инвесторы, все эти злобные инвесторы, они не могут просто так сидеть на горах вот этих вот Lillian и думать, что все, они там уже на будущее вперед себе все защитили, что они теперь могут быть уверены в своей позиции на этой инвестиции. Уже они могут быть, уже они могут быть, господа. И поэтому такой прецедент создает неуверенность рынка вторичного, что повлечет за собой, соответственно, его, как такое, не знаю, как правильно сказать, подхудание, что ли. То есть многие инвесторы будут сходить со своих позиций, я уверен, и продавать многие карты, которые прям вот выглядят, как будто бы они будут идеальным местом для репринта. Идеальным диапазоном для того, чтобы визардам вернуть эти карты, которые они реально нигде больше не могут толком напечатать. То есть Питер Блоссом, он никогда бы не увидел печати в стандартном сете. То же самое про ту же Lian of the Vale, которую, кстати, когда давным-давно, еще в 2014 году, чуть было, не перепринтили в М15, но потом все же немного сбавили обороты. Но тем не менее, эти карты толком нигде не перепечатать снова. Тормогоевы там, всякие карны, эти ваши троновские, что угодно взять из больших стейплов, которые в стандарте просто не могут появиться по причинам своего уровня силы. А вот здесь вот, в таких вот продуктах, таких вот небольших коробочках, да, конечно, запросто. И это даже скорее положительное явление, я бы сказал. Не для инвесторов, конечно же, но для вторичного рынка вообще. Главное визардам при этом быть аккуратными, то есть чтобы не произошло, такого, не знаю, коллапса, что ли, как в свое время было с резерв-листом, когда визарды наропринтили слишком много, слишком много продукта, со слишком ценными для инвесторов картами, и что в итоге все карты стали ничего почти не стоить, относительно, конечно, и уверенность рынку, уверенность инвесторов, уверенность коллекционеров в эксклюзивности того, что они собирают, упала моментально. Визарды говорят нам, теперь мы можем принтить синглы, синглы коллекционные. И значит ли это, что визарды тестируют наш рынок, чтобы сказать, а что будет, если мы будем в будущем принтить, допустим, не знаю, полные сеты наших новых выпусков? То есть что, если мы будем понемногу заглядывать в эти вот все дебри не коллекционной карточной игры, а, что называется, living card game, то есть карточной игры, в которой мы сразу печатаем все, весь сет? Может ли это значить такое? Или же это просто значит, что они хотят откусить немного пирога от вторичного рынка и зарабатывать себе определенные печеньки таким образом? Может быть и то, и другое. Может быть все сразу, может быть ни то, и ни другое. Будет интересно посмотреть. И опять же, еще один важный момент, хочу отметить, что у каждого продукта своя целевая аудитория. То есть Bitter Blossom Dreams, правильное дело, это для соревновательных игроков, которые хотят себе собирать колоду для каких-то серьезных форматов. Тот же взять Eldraine Wall Wonderland. Но это скорее для всяких китов, называется, которые просто хотят запимпить самые уникальные версии карты, иметь все таком духе. Далее, Restless in Peace, это опять же продукт для вхождения в формат, в данном случае, по большей части в модерн. Что там у нас еще? Scene Visions, тоже своего рода как бы для соревновательных игроков, потому что это сразу комплект карт, но это своего рода просто тест другого типа комплектации продукта. То есть это не по одной карте, а сразу комплект карт. То есть насколько хорошо зайдет такое предложение, допустим, для игроков, когда вы можете сразу весь плейсет карт купить за 29.99. Хотя сами карты не особо ценны, вот в чем проблема. Explosion Sounds, ну это, понятное дело, казуальная аудитория, тестируют на казуальной аудитории для командира всякого. Калейдоскоп Киллес тоже казуальная командира аудитории. OMG Kitties, понятное дело, тоже казуальная аудитория. То есть казуальная аудитория, соревновательная аудитория, PIMP, всякие киты и сама комплектация продукта синглы и комплекты, допустим. То есть очень варьированная скажем так специфика этого продукта секрет логер, каждая коробочка и соответственно это такие тест, тестовые рамы, чтобы посмотреть, что лучше продастся и все же меня раздражает, что они оставляют многие рынки за пределами доступности для того, чтобы купить нормально этот продукт и при этом также то, что они обузят вот эту систему только сегодня, только сейчас, в день 24 часов и больше никогда, это нечестно, виза, ну за что вы так делаете, ну это слишком в глаза, прямо в глаза говорят нам, мы можем сделать так и уйти безнаказанными, что ли, и они уже не раз уходили безнаказанными, хоть и с некоторыми последствиями, допустим, как было с Mythic Edition, когда они из-за проблем со своим сайтом, но этот сайт, кстати, уже более-менее хорошо работает, они из-за проблем со своим сайтом просто-напросто потом вынуждены были целые не разрезанные файловые листы сета своего War of the Spark пересылать по почте, потому что в качестве компенсации такое тем, кто не смог купить Mythic Edition всякие. Ну, вот Wizard of Novel, е-мое, ну вот это а! Просто определенная фрустрация с тем, как они подходят к продаже Secret Layer. Да, что-то я очень много наболтал сегодня, мне уже горло все пересохло так много говорить. Надеюсь, что такое углубленное в каком-то смысле обсуждение этого продукта было вам интересно, вам было интересно послушать. Мне интересно очень знать, что вы думаете вообще о таком стиле роликов, так что выскажите свое мнение в комментариях, если вы, конечно, досмотрели до этого момента, что вы думаете о самом продукте вообще в частности, ну и скажем так, вообще в целом, какие у вас мысли возникли по этому поводу. Будете ли вы сами что-то покупать, не знаю, через сайты пересылок, или может быть воспользуетесь этим моментом, чтобы прикупить себе те же битабасы по упавшей цене. Будет интересно посмотреть, как рынок также реагирует на все это в долгоидущем плане. Пока же я, господа, откланиваюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Призываю ставить лайки, комменты, подписки, все в таком духе, как обычно. И до скорого! Продолжение следует...